Насколько эффективна реформа будет работать в области защиты бизнеса? Мы поговорим с директором крупной строительной компании Караганды, Тулегеном Мукатаевичем Ашимовым. Доброе утро. Скажите, президент говорил о сокращении теневого оборота и переходе к безналичной экономике. Как стимулировать бизнесменов к использованию безналичного расчета? Если взять в принципе государственную регулирование экономики, то основные стимулы это предоставление всякого рода льгот или, как говорится, оплаты. Это все можно отрегулировать в рамках, например, предоставления каких-то налоговых льгот или льгот по банковским услугам за тех, кто пользуется больше безналичным расчетом, чем наличным. Тогда это, конечно, реальный экономический стимул подвигнет быстро к исполнению данного поручения президентского государства. А вот что нужно сделать, чтобы администрирование стало более прозрачным? В последнем послании президент очень рассказал, что сейчас объединяется информационная система таможенно-налоговых органов. Надо, наверное, все-таки больше налоговым органам делать ставку на камеральный контроль, потому что цепи поставки товаров может где-то появиться, скажем, предприятие, которое мы называем уже предприятием. Многие конечные потребители об этом могут не знать, потому что вы же не можете знать, кто кому там что поставлял. Иногда товар приходит через несколько ступеней поставок. И в данный момент практика такова, что ответственность несет обычный конечный потребитель, добросовестный потребитель, обычно довольно часто ответственность несет. Поэтому выявление современной информационной системы позволит выявить эти лжеподприятия на ранней стадии, камеральным контролем, и, я так думаю, это очистит бизнес-среду. А вот как налоговая амнистия повлияет на коммерческую деятельность? Ну, на коммерческую деятельность налоговая амнистия, я так думаю, очень положительно оздоровляющий эффект окажет, потому что многие, те нынешние сейчас предприятия, которые находятся на грани банкротства из-за налоговой задолженности, довольно часто это жертвы лжеподприятий, потому что они не в состоянии, не имеют такой возможности информационно отследить всю эту цепочку и принять адекватные решения хоть не, или же каких-то, скажем, ошибочных действий бухгалтеров или руководителей. Ну, я так думаю, что данная налоговая, как говорится, амнистия, которую президент объявил, сейчас даст большой стимул, и эти предприятия можно будет восстановить. Ну, желательно, конечно, проанализировать ошибку каждой из них, и, может быть, даже восстановление их поставить под контроль от Амикена или каких-нибудь структур, которые бы оказали ему содействие на стадии реабилитации. И любое закрытое предприятие – это ликвидация каких-то определенных количеств рабочих мест, которых, как говорится, за увеличение которых ратует глава государства. Спасибо, Толиген Мукатаевич. Напомню, мы из Караганды беседовали с директором крупной строительной компании Толигеном Ашимовым.